Это «Медуза». Это «Медуза» и на всех стриминговых платформах, а еще, конечно, на Ютьюбе, хоть в России его стали тормозить, но что ж, это повод послушать меня и Андрея немножко медленнее. Говорят иногда, мы очень-очень быстро говорим. Если вы слушаете нас на Ютьюбе, оставляйте комментарии под этим роликом, так вы поможете другим слушателям нас найти. Ставьте колокольчики, лайки, пишите комментарии. Можете писать свои вопросы на почту в подкастссобакамедуза.io. Криктикуйте, предлагайте. Как говорят кандидаты от «Единая Россия». В общем, ждем. Прежде чем мы перейдем к теме, два небольших объявления. Первое – это мы уходим на каникулы. Не пугайтесь, не теряйтесь. Это наш последний выпуск, или, как любят говорить российская элита, крайний, потому что слово «последний» они боятся употреблять. Выпуск в августе. Мы вернемся с новыми темами, с новыми инсайдами и новыми шутками. Будем смотреть за Кремлем с сентября. Как раз начнется новый политический сезон, потому что сейчас затишье. Я думаю, что, надеюсь, что немного мы пропустим на наших каникулах. Ну, а чтобы вам было не скучно, слушайте «Радио Медуза». Это новый проект «Медузы». Аудиоверсии главных материалов, которые выходят на сайте. Ссылка в описании эпизода есть. Пожалуйста, слушайте и не теряйте нас. Меня зовут Владислав Горин. Это подкаст о новостях, который долго остается у нас. Мы посылаем вам сигнал. Это «Вет на Кремль». Подкаст «Медузы» о российской политике. Вы слушаете «Радио Медуза». Аудиоверсии главных материалов «Медузы». Здесь прозвучат расследования, репортажи, карточки, разборы и многие другие наши тексты. Мы знаем, что некоторые из вас опасаются читать «Медузу» в метро или общественных местах. И мы прекрасно понимаем эти страхи. В экран телефона можно подглядеть, но узнать, что у вас в наушниках, гораздо сложнее. Поэтому мы и запустили «Радио Медуза». Мы есть на всех основных подкаст-платформах, а также, конечно, на YouTube-канале подкастов «Медузы» и в нашем приложении, которое умеет обходить блокировки. И напоминаем, что «Медузу» также можно читать в Телеграме, канал «Медуза Лайв». Подписывайтесь. И распространять в формате PDF среди тех, кому вы доверяете, разумеется. А еще у нас есть волшебные ссылки и зеркало сайта «Битли Медуза Миррор», которые работают в России без VPN. Это «Радио Медуза». Оставайтесь с нами. Мы не могли не поговорить о атаке, не знаю, о ситуации, да, как расплывчат тоже говорят в российской элите с компанией «Вайлдберрис». Примечательно, что ситуации российская элита называет, пожалуй, самый громкий корпоративный конфликт, который произошел с начала российского вторжения в Украину. Ну, то есть, все, что происходило с собственностью иностранцев в России, мы об этом, конечно, поговорим, но здесь две российские компании сливаются в настолько мутном альянсе и делают это настолько ярко, громко и нетипично для российской политической сцены, что обойти вниманием это просто невозможно. И, конечно, это не чисто корпоративные отношения, а это настоящая политика, которую, как бы не пытались задавить, прорывается в самых неожиданных местах. Честно говоря, я даже, наверное, не припомню, чтобы корпоративные конфликты выходили именно на такой, как бы вот по-настоящему публичный уровень. Да, обмена репликами, значит, появление крыши, обещанием прислать ребят решить вопрос. Ну, кратко, наверное, перескажем, напомним, что это Wildberries, один из крупнейших российских маркетплейсов. Крупнейший, крупнейший. На Wildberries приходится 5% розничной торговли в России. Это прямо русский Амазон. То есть, это прям вот то, даже в отличие от Яндекса, что знакомо и жителю столицы, и жителю, мне кажется, даже села, потому что пункты выдачи Wildberries есть даже в селах, в небольших городках точно они есть и не по одному. То есть, это такая народная компания, ее название знакомо каждому гражданину, в чем-то близко. И вот поэтому для меня тоже это немножко такой политический фактор, потому что одно дело, когда делят какую-то даже большую нефтяную компанию, которая не очевидна, что это. Может, это круто, и судьба мира решается. Но для простого человека это абсолютно непонятные вещи, какие там паны бронятся. А тут, в общем, бронятся они из-за очевидной штуки, которая находится, не знаю, в соседнем подъезде, чаще всего ее франшиза. Поэтому всем это знакомая история. В принципе, владелица Wildberries, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук еще и сама по себе достаточно медийная личность. Она любит выступать, рассказывать про свою историю успеха. У нее есть такие как бы странные инициативы, странные идеи она иногда озвучивает. То есть, тоже заметный человек. Что произошло? Компания Wildberries решила почему-то слиться в одну структуру с компанией Russo Door, которая занимается рекламой. Достаточно крупная рекламная компания, но по масштабу бизнеса, конечно, совершенно несравнима с Wildberries. И, честно говоря, не очень понятно, что у них общего. Но тут я, конечно, дилетант в этом смысле, в экономическом. Саша все скоро объяснит. А я пока рассказываю, что называется, простыми словами. Стали ходить слухи, информация о том, что конечный интересант вот этого объединения. Это сенатор, олигарх Сулейман Керимов. Представитель Дагестана в Совете Федерации. Человек известный тоже медийный. Но вот спрятался, да, он не выходит наружу пока. Сделку сопровождал помощник, бывший уже президент Максим Аришкин. Стал замглавой АП. Один из таких любимых подчиненных Путина, которых он кстячески там публично пытается показать, что они приближенные. По некоторым сведениям, сопровождением также занимался Антон Вайна, глава АП. В общем, консалтинговые фирмы хорошие занимались сопровождением сделки. Если бы не появился Рамзан Кадыров, который неожиданно разместил ролик. Еще более неожиданно, чем слияние этих компаний. Стал ролик Кадырова с мужем Татьяной Бокачук Владиславом. Который сидит и слушает Кадырова в основном. А Кадыров говорит, что вот происходит некая история, как черти там отжимают бизнес. Жену забрали, рейдерство. Кадыров обещает Бокачуку прислать ребят, чтобы те решили вопрос. Поручает Делимханову, Адам Делимханов, депутат Госдумы от Единой России, решить вопрос. И так далее. Да, что он такого не потерпит. Жена должна быть возвращена в семью и так далее. Бокачук возражает, что все законно. С мужем она разводится. Мужу принадлежит мало и так далее тоже. Тимати выступил. Близкий к Рамзану Кадырову, рэп-исполнитель. Тоже просит вернуть Татьяну Бокачук в семью. Ну и судя по последним постам Владислава Бокачука, Рамзан Ахматович прислал к нему ребят СММщиков. Потому что Бокачук обещает встать за жену горой, как это было всегда и будет всегда. Вот такой вот у него горский проснулся менталитет неожиданным после встречи с Рамзаном Ахматовичем. Но мне кажется, что это все-таки СММщик немножко не сменил регистр. И таким образом вот обратился от имени бизнесмена. Все равно получился Рамзан Ахматович. Как-то так. Как этот решится конфликт, пока мы не видим. С разрешением конфликта явно есть интрига. Потому что Бокачук и ее, так скажем, партнеры сделки отступать не собираются. Но мы тоже видим, что и сторона ее мужа и Рамзана Кадырова тоже не сдается. Мне кажется, что этот конфликт по большому счету отражает во многом современную Россию. Потому что здесь слились в одно целое и карнавализация, балаганизация процесса. Потому что сначала выступил с видеороликом Кадыров. На него ответила Татьяна Бокачук. Этого было бы достаточно, учитывая, что, как я себе вижу, главный адресат этих видеомесседжей не народ Российской Федерации, на который, в общем, участникам конфликта по большому счету наплевать. А Кремль и, прежде всего, Владимир Путин, который лично одобрял эту сделку. Мы об этом еще поговорим. Но дальше же происходит балаган, дальше же шоу must go on, поэтому в дело вступает Тимати, интервью комсомольской правде. Тут ведь тоже есть такой нюанс, Андрей, что по законодательству супруги делят совместно нажитое имущество поровну, если не было иное указано в брачном контракте. Судя по всему, брачного контракта у супруг Бокачуков не было. Компанию делали они вместе. И хоть и Татьяна предъявила некий документ, согласно которому якобы Владиславу принадлежит всего 1%, а ей 99%, возможно, так и есть. Я структуру собственности компании не очень хорошо знаю. И, кстати, я вот отошлюсь здесь наших слушателей к чудесному эпизоду «Что случилось?», где Влад разбирает историю Wildberries и отдельно, конкретно, весь этот вопрос с Лерой Позаченюк, блестящей журналисткой Дебелл. Собственно говоря, получается, что при разводе половина компании должна отойти супругу, а это явно не входит в планы Татьяны, ее новых партнеров. Дело ясное, что дело темное, и мы видим только верхушку этого асберга. Но вообще ситуация, с одной стороны, это балаган и карнавал, потому что в деле СММщики, популярные звезды, конфликт развивается в публичной плоскости, а не так, как обычно развиваются корпоративные и семейные конфликты у богатых людей. Я хочу обратить внимание, что ни Татьяна, ни Владислав не начали обмен сообщениями через адвокатов, и это оказалось случайно утекшим в прессу. Не подали сначала иски в суды, ни в арбитраж по разделу бизнеса, который должен решать коммерческие споры, ни в гражданские суды по разводу. То есть вроде как иск появился, но уже после того, как изрядная доля наблюдателей, честно говоря, поправилась на несколько килограмм от бесконечного поедания попкорна. О чем нам это говорит? Мне кажется, что во многом это тоже указывает на некоторое профанирование института суда, что гражданского, что коммерческого в Российской Федерации. Если отношения бегут выяснять в интернет, сразу привлекая внимание Кремля, возможно, Антона Вайна, который действительно по слухам принимал участие в том, чтобы Путин одобрил эту сделку, возможно, сразу Владимира Путина. Здесь тоже вот какой интересный нюанс. В принципе, нет такого закона, который обязывал бы Wildberries и Rus Outdoor, желающих слиться, получать одобрение Путина. Ну, не существует его. Путин не регулятор в этом смысле. Хороший тон поставить его в известность, поскольку Wildberries действительно очень крупный маркетплейс. Я бы сказала, уже инфраструктурная компания для российской онлайн-торговли. Но вот это вот одобрение Путина – это скорее nice to have, нежели какая-то обязательная часть бизнес-процесса в России. Но, тем не менее, в медиа всплывает письмо очень странного содержания, в котором компания Wildberries гигантская, которая сливается с небольшой по сравнению с ним оператором наружной рекламы Rus Outdoor, обещает такую синергию и вклад в экономическое развитие, и в продвижение традиционных ценностей, и создание альтернативной платёжной системы, которая не будет нуждаться в свифте. И что там только нет. В общем, галочки, которые нужно отметить, чтобы понравиться Путину. После чего Путин пишет на письме «Поддержать» и перепоручает формально этот процесс Орешкину. И это, в общем, тоже не вопрос администрации президента, так по большому счёту. То есть я, к сожалению, не совсем в материале, нужно ли было им получать разрешение на такое слияние у федеральной антимонопольной службы. Мне кажется, не обязательно, учитывая, что это два разных типа бизнеса. Но вот здесь не берусь говорить со стопроцентной точностью. Однако вот они получили разрешение Путина. И дальше символически это значило, что в целом всё, сделку одобрили на высшем уровне, разойдитесь и сделайте так, как Путин сказал. А по факту мы получаем, что обе стороны пришли к решалам, потому что и Рамзан Ахматович Кадыров, и Сулейман Керимов, по большому счёту, известны тем, что решают вопросики. Я хочу напомнить, что это не первая битва Кадырова и Керимова за чужие активы. Ранее к помощи Рамзана Кадырова прибегал такой Ашот Егиазарян, был такой сначала депутат Государственной Думы, вообще бизнесмен, который строил и перестраивал гостиницу «Москва». Это гостиничный комплекс, который сейчас «Фор Сизонс», прямо на Манежной площади, рядом с Красной площадью. Очень дорогой отель, и в какой-то момент бизнес у него начали, как говорится, отжимать структуры Аркадия Эркетенберга, Сулеймана Керимова и тогдашнего московского мэра Юрия Лужкова. Геазарян подал иск о захвате собственности, и свой ущерб он оценивал в 2,5 миллиарда долларов, из которых 250 миллионов он требовал с Керимова. Дело закончилось, в общем, не в пользу Егиазаряна. Он в какой-то момент попробовал обратиться к Рамзану Кадырову, но тоже не получилось. И здесь можно говорить о том, что Керимов побил Кадырова, и тут у Рамзана появился шанс на реванш. Или на извинения. Как ты думаешь, Андрей, будет Кадыров извиняться, если не победит? Посмотрим. Я такого не исключаю, потому что... Ну, как это выглядит? Как говорил мне один знающий человек, близкий к одной бизнес-структуре такой, из ближнего круга, опять же, Владимира Путина, что, в принципе, сама сделка с Вайлбери смогла быть инспирирована тоже с государством. Что вот есть как бы компании, они в каком-то виде чего-то там существуют, но как бы пока они определенного размера и роста, они не очень интересуют государство, что они там делают. Но как только они вырастают в какого-то там полумонополиста, монополиста, государство хочет, чтобы они были понятнее. А это значит, что либо в руководстве компании должен появиться кто-то понятный из ФСБ или бывший гражданский чиновник, или в капитал компании должны влиться некие понятные государству люди, которые, если что, как бы будут помогать... Представлять государственные интересы. Да. Двигаться в нужном направлении. Да, примерно так же происходило в ВКонтакте. Ты вспоминаешь, как ВКонтакте ещё давным-давно отжимали у Дорова. Да, в итоге он оказался у Алишера Усмана. Вполне понятного человека. Можно вспомнить, конечно, историю Яндекса. Там тоже были не самые дружественные действия со стороны государственных акторов в отношении компании. В целом, да, наберётся определённое количество... Ну, если эта логика верна, то значит, получается, Романдан Ахматович пошёл, в принципе, против государства. То есть, государство беспокоится, да, что у него вот некая, как бы, компания выросла, большая ходит, а... Непрекаянная, да. Непрекаянная, непонятная. Государство её приголубило через, значит, людей понятных. И тут Романдан Ахматович обзывает их чертями. Наверное, это, как бы, не очень хорошо. С точки зрения вертикали не очень правильно. Ну, даже если это, допустим, не так, а Кремль одобрил, да, там, Владимир Путин поручил, да, Романдан Ахматович снова, как бы, немножко... Тоже, как сказать, называется, поперёк батьки, да, лезет, что... Но ведь он же не мог не знать, что Кремль одобрил. Не мог, да. Вот рискует человек. Я думаю, он прекрасно понимает. Ходит много конспирологических всяких версий о том, что на самом деле Валберес принадлежал Кадырову. Там, значит, ещё чего-то. И вот он так пытается, значит, оборонить то, что у него есть. Я в это не очень верю, хотя бы по той причине, что если бы Валберес принадлежал реально Кадырову, понятному для государства человек вполне, то вряд ли бы государство у него бы начало его уводить. Да, потому что, ну, издержек больше, чем плюсов в любом случае в этой истории. Да и вообще не принято у Кадырова отбирать то, что он уже считает своим. Ну, давать, дают, да, но он, ещё чего-то. А вот отбирать, ну, то есть мы, наверное, сидим, вот эксперты там или обыватель сидит, вот, наверное, ему принадлежало. Я думаю, что Орешкин, Вайна прекрасно бы знали, принадлежит Вайлберес Кадырову или нет, и не полезли бы. Если они не знали, им бы сообщил товарищ майор, который, я думаю, к сделке точно был прикреплён. Поэтому это отметаем, да, ну, получается, да. То есть Рамзан Ахматович почувствовал свой, мне кажется, вот свой личный какой-то интерес, ну, какой, за долю, да, там, увидел, что есть слабое место. Да, может, Бакальчук к фильму сам пришёл. Тоже. Ну, Рамзан Ахматович-то почувствовал, да, что, а, развод, половина, о, хорошо, да, там, понятно, Бакальчуку достаётся. Не знаю, в 90-е как решались такие вопросы? Крыши давали либо какую-то долю предприятия чего-то, которое она, значит, обеспечивала рейдерство или прикрытие от рейдерства, да, не так уж это и важно. Или сама на рейдерла, сама же прикрыла себя. Или какую-то чёткую таксу, да, вот. В 90-е решалось так. По практикам, в принципе, похоже, да. Сумма хорошая, я думаю, главе Чечни могла понравиться. Посмотрим, чем закончится этот конфликт, но он, конечно, показывает две удивительные вещи с точки зрения повседневности и одну вещь с точки зрения, вот если такого мета-уровня российской политической жизни, наверное. Если мы говорим о повседневности, то вообще обращает на себя внимание то, как всё это было сделано. Ну, то есть, очевидно, что письмо о слиянии двух неравных компаний, вот этот неравный брак Руссоудор и Вайлдберрис, попало к Путину явно не через канцелярию, не формальным путём, а кто-то занёс. Либо Орешкин, либо Вайна, либо его занесли, собственно, сама Бакальчук или Керимов, или кто там стоит за этой сделкой. То есть, очевидно, что сам путь документа был довольно мутный. Дальше происходит очень интересная вещь. Вообще, у Владимира Путина есть вот это эксклюзивное право оставить резолюцию на документе, и эта резолюция в последующем определяет модус, как будет решаться тот или иной вопрос. Путин написал «поддержать» и расписал это дело Орешкину. Во-первых, он мог расписать это не Орешкину, а кому угодно ещё, и тогда бы этим вопросом занимался кто угодно ещё, потому что против Путина никто не идёт. Но удивительно не это, а то, что на самом деле тоже не существует регламента, который каким-то образом ограничивает Путина в том, как он наносит резолюцию на документ, что он в ней пишет, как он в ней пишет, использует ли он какие-то там просторечия, он может поругаться, он может задать риторический вопрос, написать на документе, как работать будем. Но дальше история в том, что всё, что напишет Путин, ложится в основу уже формальных поручений того, как работает система к отправлению государственной власти, того, как работает бюрократия в России. И это, конечно, очень близко к практикам, наверное, короля Людовика, который «я есть государство», вот так и Путин в этом смысле ведёт себя очень созвучно. Но примечательно то, что резолюциями могут распределяться огромные деньги, могут распределяться активы. И в случае с Вайлдберрис, мне кажется, что как раз история была в том, что, возможно, были некоторые опасения, что слияние РУС и Вайлдберрис будет не таким приятным, и нужно было обзавестись какой-то гарантией, чтобы никто не мог оспорить эту сделку. А что может быть сильнее, чем слово Путина в российской системе? Вроде как ничего. Но оказывается, нет. Оказывается, нет. То есть, с одной стороны, Путин как бы ставит себя над судом, тем, что он над арбитражным судом, который должен решать корпоративные вопросы, который должен устанавливать, как там были оформлены документы, добровольность сделки и прочие вещи. Нет, как бы Путин сказал поддержать, и орешки на форме – это как надо. А суд, ну какая разница, что там суд решит? Есть же поручения Путина. То есть, Путин одновременно и депозитарий прав собственности, и биржи. То есть, он и хранит их, и распределяет. Удивительное, удивительное свойство. И удивительный институциональный вакуум. Вторая история, как я это всё вижу, вот большой мета-уровень, который пока высвечивает эта тема, это то, что, в общем, уже поднималось в подкастах «Медузы», и об этом пишут, и много говорят эксперты, про то, что права собственности, а это краеугольный камень фактически любого государства, стали жертвой специальной военной операции. И то, что происходит сейчас в России, это большой процесс перераспределения собственности между различного рода игроками. Он был запущен Путиным тоже в результате некоторой неформальной практики, неформального даже не поручения Генеральной прокуратуре, а просьбы посмотреть на законность сделок. И всё это в итоге развернулось в гигантскую кампанию, где, с одной стороны, перераспределяются активы, с другой стороны, правила, по которым они перераспределяются, пишутся прямо на ходу. И, как мы видим из многочисленных сообщений, в общем, Генеральная прокуратура не особо взирает на звания, заслуги и прочие лычки, которые должны были бы обезопасить собственников от посягательств на их активы. И это как бы фундаментально, с моей точки зрения, подрывает некоторый базовый договор, который был между Путиным и олигархами, можно так сказать, между правящим классом, правящим слоем. Мне больше нравится говорить «правящий слой», потому что класс неизбежно заставляет думать об этом в терминах марксизма. Это не то, что Путин гарантирует не пересмотр итогов приватизации, Путин гарантирует, что собственность остаётся у тех, кто ею владеет. Но что-то пошло не так, и я предлагаю тебе, Андрей, тоже подумать, а что могло пойти не так. У меня есть экономическое объяснение, что просто стало меньше денег. И Путин как-то отошёл от этого правила, и поэтому вот такой масштабный пересмотр прав собственности, такой процесс в России, идёт. И, собственно говоря, история вокруг Wildberries – это тоже некоторый его экстеншн, потому что вроде как по старым правилам Путин гарантирует, что сделка должна пройти определённым образом, а ему говорят, ну, дорогой друг, так старых правил больше нет, ты сам попробовал переучредить договор, вот теперь у нас, теперь ты больше не депозитарий, ты больше ничего не хранишь. Поэтому мы сейчас посмотрим, кто и как теперь решает вопросы с собственностью в Российской Федерации. Я бы вот это так интерпретировала. Наверное, стоит вспомнить, что Рамзан Кадыров в принципе любит пробовать систему на прочность. Так сделала, вот так мы можем, да, я вот вывел людей. Ну, ни один губернатор не может сгонять людей на акции в свою поддержку. А в поддержку Путина – пожалуйста. А вот так вот – нет. Кадыров может, да, может быть какие-то провокационные вещи, что у нас вот так можно, да. Вспомним там избиение Никиты Журавиля сыном Кадырова, которое было выставлено в паблик самим же Кадыровым. Незаконные действия. Ну, вот как бы вот мы так можем. В принципе, Кадыров часто это стулирует, но, наверное, когда-то он бы замахнулся и на гарантии Путина. Ну, вот как бы это пришло. В целях личной выгоды, я думаю, да, но пора, да, потому что Миронов Нахматович повышает ставки. Ну, вот повысил вот до такого. Действительно денег меньше, переделы какие-то идут. В принципе, да, ситуация-то не очень стабильная сама по себе. Государство что-то отбирает там в пользу Растеха. Ну, у среднего регионального олигархата, да, вот в Челябинске отобрали металлургическое производство местных олигархов. Небольшие всякие оборонные заводы отнимают под предлогом того, что они якобы некачественно как-то обслуживают Министерство обороны. Ну, что, отбирает МАКФу, беглого бывшего губернатора Челябинской области Юревича. Отбирает у иностранцев. Не знаю, отбирает и всех. В общем, да, всё достаточно хаотично. И если происходит какая-то сделка под прикрытием государства, ну, а почему бы вот не залезть, как бы хочется. Да, понятно, что Рамзан Ахмадович немножко утло в этом смысле. Как бы чуть впереди. Да, паровоза всегда бежит, и у него возможностей чуть побольше. Да, что если что, ну, я там вот нет. Я отойду, если что. Если его одёрнут, конечно. Но пока вот что-то он не одёргивается. Но, возможно, для отступления по прошлым конфликтам тоже видно. Он всегда для себя оставляет, и ему, в общем, как бы сходит с рук. Да, хотя бы само действие его практически не наказывают. Ну, вот пробуют. А я думаю, что Рамзан Ахмадович и другие люди попробуют какие-то более робкие пока сделать. Просто он вот такой первопроходит. Чувствуют, где тонко. Возможно, ты прав. Я попробую резюмировать четыре основных способа, каким образом происходит перераспределение активов. Первый, потому что Андрей совершенно верно заметил, отбирают всё и примерно у всех. То есть это происходит на всех уровнях. Первый – это что-то отнимается у иностранцев, и это делается указами Путина. Просто вот на указ Путина о том, что во временное управление передаётся те или иные активы Карлсберг, Фортум, Юнипер, Данон, фирмы поменьше. Всё это распределяется указами Путина, то есть формально указами Путина. Второй способ – это на основании решений генпрокуратуры забирают имущество у бывших чиновников, которые якобы нажили его коррупционным путём, и вот почему-то только сейчас об этом стало известно, и которые уже не живут в России и, скорее всего, не вернутся. То есть вот так вот как раз бывший губернатор Челябинской области Михаил Юрьевич потерял у производителя макарон. Так отобрали ТГК-2 у бывшего сенатора Лебедева. Есть третий способ – это за причастность к финансированию ВСУ и Украины. Так активов лишился Ренат Ахметов. Совершенно недавно, но вот новинка, я бы сказала, это что-то новенькое, это объявляют бизнесмена или семью экстремистами. Недвижимость и участки у критика режима Александра Невзорова и у бывшего владельца бренда «Столичная» водочного магната Юрия Шеффлера. Их просто признали экстремистами и отобрали на основании этого дела у них активы. Я, конечно, зря смеюсь, потому что ничего в этом смешного нет. Это очень грустно, потому что не нужно быть экстремистом в России, чтобы генпрокуратура тебя таким назначила. И есть еще процесс, который получает не так много внимания в прессе. Это то, что на совсем-совсем бытовом уровне, например, на аннексированных территориях, которые мне очень нравятся, как кремлевская пропаганда теперь стала называть историческими российскими территориями, отбирают у людей квартиры и отдают их героям СВО. Потому что, ну а что, если вам не нравится новый строй, почему вы здесь живете, а то, что вы приобрели квартиру на законные средства, ну а что, времена нынче такие. Это какая-то странная отголоска какой-то войны всех против всех, которая совершенно непонятно к чему приведет. Была начата Путиным, и у меня ощущение, что Путин этот процесс не очень сильно контролирует. Уже да. Тем более к нему попасть все равно сложно. Ну вот, Андрей, я хочу предложить тебе подумать, наверное разделить со мной мысль, которую я думаю уже какой-то период времени, а если убрать Путина из уравнения, если мы все-таки допустим эту смелую мысль, что Владимир Владимирович Путин смертен, или что с ним может что-нибудь произойти, что будет в его отсутствии с этой проблемой, как ее решать? Ну мы видим, что уже как бы не сильно многие считаются, посмотрим, мешается ли Путин в это дело, каким образом, публично, наверное, вряд ли, хотя гарантии в общем давал. Если Рамзан Ахмазович неожиданно скажет, что он разобрался, и все как бы более-менее нормально, и он прекращает это делать, то скорее всего с ним поговорил Путин, потому что я думаю, Антон Вайна с ним поговорил уже не раз, за прошедшие несколько дней, а вот если ничего не будет происходить, если он не отступит, и все равно там какое-то время это будет трястись, ну в общем эти времена во многом уже наступили, то есть Путин получается остается за скобками. Ну то есть все меньше и меньше контролирует процессы внутри страны. Да, даже при в общем его участии, сделка была организована, все, но тем не менее уже нашлись ребята, как говорит сам Кадыров, которые не согласны и пытаются что-то сделать. А если Путина не будет, ну это я не к тому, что он должен оставаться власти навечно, совершенно не к тому. Но конкретно для российской элиты, да, понятно, почему они немножко или сильно даже боятся жизни без Путина, жизни после Путина, потому что начинается вот такое. Но здесь тогда нужно обратить внимание очень сильно боящегося правящего класса, что в общем оно уже началось, что вот это неприятное будущее, оно уже здесь. И Путин, судя по всему, ничего не гарантирует ни неформально, потому что что там было за закрытыми дверьми, никто не знает, неформально, несмотря на письмо, поручение, резолюция и исполнитель Орешкин. Зафиксируем это. Мы продолжим наблюдать за Кремлем в следующем сезоне уже и расскажем об увиденном, услышанном. Подписывайтесь, чтобы не пропустить наше возвращение в сентябре, вид на Кремль есть на Ютубе, его пока замедляют, но не блокируют. Также мы есть на всех основных платформах с подкастами, но самый надежный способ читать и слушать Медузу это приложение, оно умеет обходить блокировки и работает в России без VPN. Пишите комментарии, они помогают продвижению нашему в Ютубе. Ставьте лайки, сердечки, всякое такое, колокольчики обязательно. До новых встреч! Пишите ваши вопросы в Ютубе и наслаждайтесь летом, увидимся осенью. Пока-пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok